Как рассказали сотрудники управления криминальной полиции областного полицейского департамента, хозяева дома из поселка Жилгасхан, день похищения были в отъезде. По возвращении они увидели разбитое окно и обнаружили пропажу дорогих вещей и золота. Были установлены и задержаны два мужчины в возрасте 23-25 лет, которые, воспользовавшись тем, что владельцев не было дома, проникли в их квартиру и похитили экшн-камеру, ноутбук, планшеты. Также золотые изделия похитили и денежные средства. В ходе проведенных мероприятий поздравимые лица были задержаны. Материально ущерб, нанесенный в результате действий злоумышленников, превысил 1 миллион 100 тысяч тенге. Однако похищенное имущество было изъято частично. Оно приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Лица, совершившие преступление, оказались жителями другого региона, которые ранее работали в данном поселке, где проживает потерпевшая. И зная о том, что в данном доме имеются денежные средства и финансовое положение стабильное, они решили совершить кражу с этого дома. По данным полиции, один из пехтителей ранее судим, второй неоднократно привлекался за кражей. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям. С начала года в Карасовском районе раскрыто 6 краж. Напомним, ранее сотрудники управления по противодействию наркопреступности Кустаная нашли несколько кустов выращенной конопли. В Житикаре, также в специально оборудованной комнате, оперативники обнаружили в горшках два больших куста растения, ветки высушенной травы и бумажный света к существам растительного происхождения. По результатам экспертизы, вес всей изъятой в доме 32-летнего Житикаринца Конопли составил 270 грамм. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть это незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Санкции этой статьи – это до 5 лет лишения свободы. Мужчина нигде не работал, проживал один, ранее был судим по статье 175 – это кража. Также ангельдинскими полицейскими в ходе рейда на реке Таргая остановлен 31-летний автомобиль Нива. В машине обнаружено охотничье ружье марки Иш-27 12-го калибра. В ходе опроса он пояснил, что данное ружье осталось по наследству от отца, которого он нашел при ремонте в сарае, но после чего не обращался в отдел полиции. После чего данное ружье было направлено на судебно-борчинскую экспертизу, по результатам которого будет дана правооценка. Операция «Гарун» началась 4 февраля. Она направлена на выявление фактов хранения и ношения незарегистрированного оружия, недопущение и хищение его, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также предупреждение преступлений, совершаемых с применением оружия. Полиция напоминает, что в случае добровольной сдачи, лица будут освобождаться от уголовной и административной ответственности. Но один из жителей Денисовского района такую возможность, как выяснилось в ходе операции, упустил. С села Антоновка по улице Целины, дому номер 8, обнаружен и изъят обрез нарезного оружия калибра 5-6 мм. Имеется серия, номер отсутствует. С сегостов обрез нашел также в ходе ремонта, подсобного хозяйства. Продолжение следует...